Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня для вас видео-обзор суперпака для уровня B2. Что такое суперпак? Суперпак – это сборники самых нужных заданий, которые нуждаются в дополнительной отработке. Соответственно, их должно быть у нас, у преподавателей, очень-очень-очень много. Я собирала эти суперпаки, конечно же, в первую очередь для себя, для того, чтобы у меня были инструменты, с помощью которых я могла отрабатывать с моими студентами все сложные моменты и аспекты экзамена. И, соответственно, делюсь этим с вами. Значит, во-вторых, суперпак – это качественные материалы. То есть это не просто скан, это набранные пальчиками моими презентации, со всеми сборничками, и картинки, которые качественные, я тоже качественные картинки, которые скачала с интернета, а не скан картинок из учебников. То есть я брала картинка подобная, такая, какая есть в экзамбук, и искала подобную картинку в хорошем разрешении, в хорошем качестве в интернете. Именно эти картиночки и входят в состав суперпака. Ну а теперь поподробнее. Значит, в суперпак входят материалы для прокачки Use of English, Writing и Speaking. Значит, по курсу B2, что у нас есть? Значит, у нас есть сборник Part B1. Это сборник Multiple Choice. Хотя, вы знаете, Cambridge считает, что это часть Reading. Многие преподаватели, и я в том числе, мы все-таки считаем, что эта часть больше относится к Use of English. То есть вот здесь у нас как раз-таки качественные картинки из учебника и QR-код для того, чтобы дети могли сами себя проверить. Значит, много различных текстов. Те, которые были непонятны, мы набирали ручками. Значит, что я делала? То есть я их всех распечатала. Как видите, они в очень понятном, хорошем качестве получаются. Заламинировала и сложила в папочку, которая называется у меня Exambus. То есть каждую вот такую часть, все странички я заламинировала, сделала и сложила в папку отдельную. Потом Part 2, также Part 3, Part 4 и назвала это Exambus. Мои ученики знают, где это находится, Exambus, и приходят, тренируются. То есть как вы можете использовать данный суперпак и это задание в том числе. Давайте я вам покажу. Вот, например, сейчас то, что мы с вами делаем. Значит, я рекомендую вам иметь Foxit Reader, как у меня. Видите, то есть у меня не PDF Reader, у меня Foxit Reader. Почему? Потому что он помогает сделать снэпшот. Я нажимаю на снэпшот и он полностью всю страничку мне сейчас может перенести. Допустим, у меня WhatsApp группа или ВК группа я раз вставила и все. И без лишних усилий, как бы, ребята уже картинкой это дело получили. Значит, три способа использования материала в суперпаке. Первый это вот в таком виде, то есть в электронном виде. Мы с вами на экран все это высвечиваем детям, да, либо посылаем в WhatsApp или в ВК. Они решают. Второй вариант это сделать экзамбас или экзамфолдер, как вы это назовете. Совершенно не важно. То есть распечатать, заламинировать. Первый вариант это, который вот просто онлайн показывать, да, то есть в электронном варианте для того, чтобы вся группа работала по одному и тому же тексту. Я ламинирую, делаю это для того, чтобы каждый студент имел выбор, над какой частью ему сегодня надо поработать. И за четыре месяца до FCE, до сдачи экзамена, у нас 20 минут в начале урока мы тратим на тренажеры. То есть это я называю тренажеры, да, по всем частям, говорю, распечатала, сделала четыре части Use of English, и они подходят, берут то, что они считают нужным, им надо сегодня поработать больше всего. У них есть QR-код, поэтому они сами себя проверяют, и меня не дергают только в том случае, если они не могут понять какой-то ответ. И третий вариант использования суперпака, это я рекомендую вам сделать закрытые ВК-группы. Вот, например, это моя закрытая группа в В2. Сделала ее, конечно же, студент, не я. То есть эти вещи, они делают быстрее, еще и лучше, чем мы. Кроме постов, которые здесь важные, я считаю, у них есть, эти сборники выложены у них вот здесь в обсуждениях. То есть если вы нажмете на Use of English, вот здесь все сборники, которыми мы пользуемся, из суперпака и другие. Здесь все материалы также на спикинг я выложила им, то есть все сборники, comparison, для дискуссий, как бы так, и так далее. Поэтому они вполне могут все это в свободное время делать. И мои дети, кстати говоря, мои дети это используют, мои дети это пользуют. Так что вот три момента использования. Возвращаясь к суперпаку. Парт 1 показала. Парт 2. Парт 2 это Gapfilling. Gapfilling выглядит вот таким вот образом. Все очень разнообразно, для того, чтобы я этим не надоедала. Я распечатываю, например, когда я распечатываю, то я печатаю вот 4 текста на одной страничке. Это вполне удобно, это вполне читаемо. На всю страницу я, честно говоря, не вижу смысла это делать. Опять же, есть QR-коды с ответами, что очень удобно и для тех, кто работает онлайн, и для тех, кто работает оффлайн. Так, как выглядит у нас с вами Part 3. Да, Word Formation. Выглядит очень красиво. Опять же, я печатаю его. Вот мы видим с вами, да, то есть разные цвета. Здесь у меня подробно. Я печатаю его, опять же, 4 pieces, 4 pieces на одну страницу. И это очень удобно и это очень красиво. Много очень текстов здесь собрано, поэтому вам будет удобно и хорошо. Опять же, если это у вас есть Foxy Freedom, вы точно так же выделяете ту часть, которую вам надо послать, тот текст, который вам надо послать, и дети его выполняют. Part 4. Part 4 – это единственная часть в этом суперпаке и вообще во всех суперпаках, которую собрала не я. Сейчас объясню, почему. В этом замечательном сборничке, дай бог здоровья тому, кто его создал, значит, мистер Джонс, да, у нас какой-то такой вот мистер Джонс, или кто-то, я не знаю, кто автор этой замечательного просумия, представьте себе, 199 страниц контента с ответами, да. То есть больше, чем собрал этот человек, я собрать явно не смогу. Поэтому FCE, Keyword Transformation, здесь есть ключи в конце, поэтому нет смысла придумывать велосипед, когда он уже есть, да. Вот, поэтому берите, пользуйтесь, как я это делаю, например, да. И в конце у вас есть ключи, вот они ключи, да. Еще почему я тоже не стала делать сборник, потому что онлайн работать с ним, ну, как бы неправильно, невозможно. Почему? Студенты должны вычеркивать слова, да. То есть когда они видят слова, которые даны, выражения, которые даны, они должны вычеркнуть, что уже есть, и вставить, соответственно, то, что было. Поэтому в любом случае, как бы, онлайн работать с этим заданием не вариант. То есть они должны быть распечатаны у детей, у кандидатов, у взрослых ваших, да, и вычеркивать и работать с ручкой здесь. Дальше, для прокачки writing. Поскольку в FCE экзамене, экзамене, несколько видов writing, по каждому из них есть сборник. Значит, есть отдельно сборник emails. Покажу, как выглядит. Вот так выглядит наш сборник email, да. Есть, соответственно, сборник essays. Самый большой, наверное, он такой, да, сборник essays. Есть у нас, соответственно, сборник articles. То есть все это я отбирала в своих учебных пособиях. Если бы вы видели, сколько у меня их, вы бы ужаснулись. Сколько мне пришлось перелопать, для того, чтобы это все сделать, да. Дальше есть у нас здесь сборник review. Очень популярный жанр review у нас. Так, и все, да. Чего нету, нету reports. Я не учу своих детей FCE писать reports. То есть я не делаю им такой formal writing. Поэтому, соответственно, и сборника у меня на него тоже нет. Чек-листа у нас здесь два. Чек-лист на эссе отдельный. Почему? Потому что он formal, semi-formal writing, да. Поэтому у него одни критерии оценивания. По критериям, которые у нас идут content, communicative achievement, language и organization. Соответственно, и сделаны эти чек-листы. Они очень подробные. Если вы научитесь своих кандидатов ориентироваться по этому чек-листу, то есть что, что значит, то они будут писать превосходные просто pieces of writing. То есть вы видите все очень подробное, что такое formal, semi-formal, что это no contractions, no expressive adjectives, ни того, ни сего нету. Да, и все надо разобраться самим, конечно, прежде всего с этим чек-листом. Если вы хотите разобраться получше с writing вообще, да, не только с чек-листом, то приходите на мой курс. Первый – это «Как готовить к успешной сдаче FCE». И второй курс конкретно для преподавателя – это не курс, это тренинг, трехмесячный тренинг FCE writing. То есть мы сами преподаватели, мы пишем writing по FCE стандарту. То есть я учу, как писать. Длится данный курс 3 месяца, работаем 2 раза в неделю. И на данном курсе мы учимся писать эссе и все остальные writing, кроме report. Дальше, такой же чек-лист подробный есть на и вторую часть – email, article и review. Они одинаковые по assessment, поэтому, соответственно, у них всех чек-лист такой же подробный, одинаковый. На speaking. Значит, на speaking у нас есть много-много-много personal questions. Они выглядят собранными, да, по топикам. То есть вот у нас топика family, да, много-много-много вопросов по нему. Вот у нас тема hobby, leisure, вот у нас тема education, work и так далее, да. То есть подробно с каждого пособия собранные вопросы на speaking. Дальше идут картиночки, да, яркие, очень хорошие, качественные материалы. Part 2 speaking. Опять же говорю, что все картиночки я собирала, прям вот, посмотрите, 95 слайдов, да, у вас на конкурсе. Все картиночки собирала сама, посмотрите, как все ярко, посмотрите, как все красиво. Значит, что я хочу пояснить по этому сборнику конкретно. One minute speaking, да. То есть вы говорите кандидату, как прописано у нас в examiner notes, там, да, что, ребята, now you have one minute to compare the pictures and say what are the people, да, да, да. То есть you have one minute to compare the pictures and say what are, да, 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 да. После этого задается вопрос второму кандидату по этим же картинкам. Второй вопрос кандидат отвечает, второй кандидат B отвечает на него 30 секунд, да. Он выделен курсивом, чтобы вы не путались, да. То есть курсив – это для второго кандидата. Потом кандидат B, мы задаем вопрос на одну минуту. Please compare the pictures and say why have the people chosen to do these activities. Он отвечает одну минуту, мы возвращаемся к кандидат B, те же самые картиночки, но курсив – это значит, что вопрос к кандидату A уже второму кандидату, да, 30 секунд он по ним общается. Я думаю, что вы, you are aware of exam format, поэтому вы понимаете, о чем я говорю. Сборник discussion замечательный, красивый, я его делала в конве, поэтому все очень ясно, все очень понятно. Shift набирала сама, да, вот. Я, опять же, печатаю, когда печатаю, печатаю вот 4 штучки в одном сразу, да. 4 штучки в одном. Здесь очень много различных вещей, очень много, да, то есть 68, да, показывает он мне, да, 68 заданий на discussion, да. Опять же, мой совет вам, discussion, да, discussion выбирайте самые-самые-самые трики, самые сложные. Если personal questions, которые part 1 и part 4 в FCE, я советую проработать все. И сложные, и простые, да, и straightforward, и complex. Почему? Потому что как раз-таки, раз они слышат простой вопрос, им хочется ответить по-простому. Нет, ребята. Даже the question like, how many people are there in your family, тоже есть в FCE. Но они должны на него ответить. Не просто там, my family consists of, да, они должны сказать идиомы различные, касаемые семьи, уже в этом ответе там, my mom is the apple of my eye, там, допустим, или что-нибудь такое крутое они должны вставить в обычный simplistic question, который им задают. Возвращаясь к прокачке speaking. Для вас еще есть шикарных два буклета, шикарных, на которых я потратила весь месяц, рамадан, по ночам их собираю. Значит, посмотрите, ребята. У нас есть examiner's booklet. То есть вы его распечатываете, делаете его книжечкой. Вот такой, да. Делаете его книжечкой. И вот здесь у вас уже есть test 1, part 1. Дальше, part 2. Ваши полные-полные слова. Part 2 для второго кандидата. Дальше, part 3. И у вас есть картинка. И потом, part 4, follow-up questions, который это не имеет. У кандидата в такой же буклет, только, естественно, без слов экзаменатора. Вы печатаете его отдельно. И совмещаете его. То есть, вот смотрите, если здесь страничка 3, то здесь тоже будет страничка 3. А если здесь страничка 4, то и здесь это будет тоже страничка 4. Поэтому очень удобный такой вот. Естественно, у детей вот это на всю страничку идет discussion. Это страничка 5. И у экзаменатора тоже страничка 5. То есть он переворачивает экзаменатора, который вы сейчас, на данный случай, на данный момент. Вы у себя открываете страничку 2 и в кандидатском буклете открываете страничку 2 и отдаете им. У себя перелистали страничку 3, перелистнули в кандидат буклет и положили им это дело. То есть вот таких 14 полных тестов. Шикарно, не правда ли? И бонусом, как я и обещала, у вас еще есть 10 бесплатно онлайн-тестов от меня. Что за онлайн-тесты? Это тесты в Google Forms, которые самопроверяются. 5 на Reading и 5 на Listening. Для вашего удобства я написала, из какого источника они взяты, для того, чтобы вам уже эти тесты не отпечатать, а просто переслать детям ссылку. Значит, вы просто пересылаете им эту ссылку, как она у вас, копируя ее, и они здесь уже заполняют. Ольга, далее. И пошел текст, и пошли варианты. Все само считается, все само делается. А в конце, на последнем слайде, они видят уже свой результат. Сколько и скольких они сделали. И вот этот последний слайд они должны со скриншотить и вам прислать, либо записать и вам прислать. Потому что у вас как раз тоже вариант, ссылочка на candidates. буклет, да, то есть не как учительский. Почему? Чтобы вы не вносили изменения, соответственно, иначе будет бардак у нас. Если, то есть у вас та ссылка, которую вы посылаете студентам, вы можете вот так сделать, там правой мышкой, копии, и все. Значит, что делать, если он не заскриншотил свой результат, как бы, да, вы можете мне написать, что такого-то числа, фамилия, имя он же пишет, там, какой-то писал, и я вам пришлю его результаты. Потому что я результаты обновляю один раз в месяц по всем этим тестам. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня рассказать в своем видеообзоре. Успехов вам в подготовке ваших кандидатов. Спасибо за то, что вы занимаетесь этим делом. B2 – это самый серьезный уровень, который только мы с вами, преподаватели, можем мечтать для наших ребят, для наших детей. Ну что ж, успешной вам подготовки. Enjoy your journey, как говорится с моим суперпаком.